Ну вот сколько тебе нужно денег в месяц, для того, чтобы ты мог спокойно расслабиться и не переживать, да? Ну, деньги это же бумага, нет предела. Чем больше, тем лучше же. Вообще, каждому человеку. Ну, тратите вы деньги с умом, как вы тратите? Всегда. Айбек всегда? Ну, в основном. Нет, не помню, чтобы... Ну, сколько денег не дашь, она все потратит. Ну, я же девочка. Ну, вот. Сколько есть, короче, ровно столько, да? А я всегда экономно говорю, это не надо, это не надо, это не надо. У меня давно была возможность купить, например, Роллс-Ройс, скажем, да? Я его не покупаю, потому что он мне не нужен. Потому что у меня есть Бентли. Но ты хочешь Роллс-Ройс, мне кажется, ты не зря об этом сказал. Я хотел, ну, как раз там был момент, и я такой передумал, думаю, ладно, я лучше за эти деньги построю еще один дом. Лучше дом наслаждаться, деревья посажу, природой буду наслаждаться. Но если вы делаете какую-то большую покупку, там, условно, Аиша хочет себе что-то купить, там, украшения, платья. Мы всегда ездим же в Италию. Мы каждый год в этом году не ездили. На шопинг ездим в Италию. Она там ни в чем себе не отказывает. Берет все, что хочет, да? Она меня спрашивает, да, она покупает, меня спрашивает, Альбек, сколько у нас денег осталось? Я говорю, столько-то, столько. А, все хорошо, тогда я вот это, вот это, вот это, и ушла. Ну, Аиша выглядит всегда шикарно на сцене. Туфли, образ, всегда все продумано. Потому что она всегда вещи берет, которые будет носить, и дорогие. То есть туфли и... Если честно, она меня научила этому. Да? Ты любил там на барахолке где-нибудь? Ну, были моменты, да, такие моменты были, что я вот мог купить что-то такое, и потом я его уже через пару раз уже не носил, выкидывал. Она меня научила вот лучше одну дорогую вещь купить и носить ее долго. Извиняемся за сборище автомобилей. Слушай, ну это не сборище, я так понимаю, что это твой паркинг, да? Казах-мазак, тузхан келеверит, там, родственники. Ой, не надо скромничать. Серьезно говорю? Я на велике езжу. Да, конечно. Слушай, а что ты скромничаешь? В шоу-бизнесе давно, ну, как бы имеешь право, ты зарабатываешь свои деньги честным трудом. Да. Ну, а что стесняться? Налоги платим. Налоги платишь, в Форбсе появляешься периодически, гонорар у тебя не дешевый, весь карантин стоишь и танцевали, так сказать, с радаров не выпали. Ну, хорошо. Да? Это же хорошо. На этом микроавтобусе возят детей, да? Да, мы иногда, вот, часто выезжаем на Балхаш, куда-нибудь. А, на этом автобусе, да? А, слушай, вот, последний раз я видела, вы там на острове второй год. Да, вот на Балхаш мы ездили. Вы реально живете там на острове? Да, в палатках. Без вообще людей? Без света, без ничего. Без персонала? Да. В палатках ночуем. Ну, мы не одни, мы с родственниками ездим, с друзьями. Короче, это микроавтобус такой, для путешествий по Казахстану? Для путешествий, детей возят, в общем, для домашних дел. Рейнджик? Рейндж-рёвер, супруги. Супруги. Аиша ездит в РАВ-4? Сестрёнки. Сестрёнки. Помашницы. Ну, и Бентли, конечно же, чей? Наверное, твой. Давайте угадаем. Наверное, твой. Да? Ну, если ты мне продашь по хорошей цене, то я куплю. Спасибо. 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 Спасибо.